Слушайте, а зачем Путин присоединил к России Херсонскую и Запорожскую области? Ну, ладно, там эти самые, как и их народные республики, у них была все-таки какая-никакая более-менее стабильная территория. И не разграничения, опять же. И, кстати, последние годы достаточно мирные. Ну и областные центры в составе, само собой. Там все могло обойтись достаточно благополучно. Но после присоединения украинцы бы сто раз подумали, перед тем, как собираться что-нибудь обстрелять. Или уж тем более наступать. Нет, а Херсон, конечно, заняли и держали под контролем, но до Запорожья ведь даже не дошли. И там этот знаменитый, прости господи, референдум про вхождение в состав Российской Федерации. Он выглядел особенно жалким. Задерживают вооруженные люди. Вот как выглядит долгожданная волеизъявление людей на деноцифицированных территориях. Конечно, вы возразите, что еще с самых первых дней так называемой спецоперации Путин признал эти самые республики вместе с территориями, которые не контролировали. Мол, это такая его обычная манера объявлять своим то, что захочет. Но такая манера должна подразумевать, что эти земли удастся достаточно быстро забрать. Русские ведь всегда побеждают. Особенно, когда у руля Путин. Или я что-то путаю? В первые дни вторжения российское руководство было на 100% уверено, что Россия очень быстро заберет себе не только Донбасс. Но, вспомните, даже и тогда Путин на Совете Безопасности публично сделал оговорку, что о включении республик в состав России речь не идет. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Почему? Из осторожности, конечно. Потому что земли в составе России – это вам не хухры-мухры. Это святое. Чужой земли мы не хотим ни бяди, но и своей вершка не отдадим. Почему же этот такой осторожный во время больших ожиданий Путин совершенно утратил вдруг это свое качество? Да еще и тогда, когда даже слепому стало понятно, что ни о каком серьезном наступлении и захвате территории речи быть не может. Нет. Путин, конечно, стратег. И уверен, что в длинную он всех обыграет. Но это не точно. Ну и освобождение собственных земель – задача тоже очень даже достойная. Но стоило холодным умом оценить все-таки риски переноса военных действий на свою территорию. Одним рощерком пера, по моему хотению, была, знаете ли, война в Украине. А теперь раз и у нас. Добро пожаловать. Нет, конечно же, срочно нужен был успех. Россия, которая приросла земелькой. Пусть этот прирост и не на сейчас, а на перспективу. Но вот присоединить к себе земли, чтобы их почти сразу же отдать – это что-то новенькое в искусстве паблик-релейшнс. Конечно, я сейчас про Херсон. Мы с вами небольшие военные эксперты, но тут как в «Джентльменах удачи». Карту купи, лапоть. Карту купи, лапоть. Херсон на правом берегу. На правом берегу Днепра. А основная военная группировка на левом. И все обеспечение исключительно мостами через Днепр. А он в районе Херсона широкенький, около километра. Водой переправляться непросто. А у противника, который все ближе к переправам, дальнобойные снаряды. И вот а зачем занимали? А. Для того, чтобы развить наступление на Николаев и Одессу. Понятно. Но до осени не развили. Как-то не получилось. Поэтому Херсон надо было, конечно, оставить. Но, вопреки здравому смыслу, не оставили. И понятно, чтобы простые россияне тогда про руководство страны подумали. Вот так и попали в классический капкан, из которого надо было все-таки постепенно выбираться. Но не выбирались. Дождались, пока украинцы все мосты покоцают. И как раз в этот самый момент, здравствуй, дедушка Херсон, торжественное принятие состава России тут навсегда. Они что? Не видели, что товар с гнильцой? Точнее, не они, а персонально. Путин не видел, что ему толкает очевидное фуфло? Что вместо денег бумага резаная? И кто он после этого? После того, как отдал город без боя уже через 41 день после включения в состав России. Навсегда. Людей сберег. Это да. Но их можно было сберечь без принятия Херсона в состав России. Без публичного позора. И обратите внимание, позора персонального. Потому что если ты президент России, то персонально принимаешь Херсон в состав Федерации. И, соответственно, также персонально в глазах публики возглавляешь колонну, идущую нах из Херсона. Чуть больше, чем через месяц. А теперь расскажите мне, пожалуйста, как осторожный и дорожащий своим имиджем хронического победителя Путин за 9 месяцев превратился в человека, который добровольно идет в очевидную ложку. Минутой сегодняшней славы обеспечивает себе завтра позор публичного поражения? Что это за дюдо такое оригинальное? А загадка эта. Кажется, не такой уже и сложный. Если вспомнить то самое заседание Совета Безопасности 21 февраля, на котором Путин своих бояр. Насчет войны, спрашиваю. Если забыли, пересмотрите обязательно. Как он каждого к доске вызывал и унижал публично. Вы предлагаете начать переговорный процесс? Я потешу. Говорите прямо. Заставлял под запись говорить то, что они говорить панически боялись. Видно было, что кое-кто от страха перед заседанием грамм 300 наркомовских употребил. А сейчас мы знаем, что будет происходить. Мы знаем все проблемы, все трудности. А те, кто сидел и слушал, их показывали так, чтобы не было видно мокрых сидений. Путин явно наслаждался тогда процессом публичного унижения своих соратников. Но дело было не только в этом. Не только в том, что унижал. А выступая публично, они ведь окончательно замазывались в очень опасную для себя историю. Развязать большую войну в Европе – это вам не просто так. За это по головке не погладят. Ну а каждый, кто выступал на совбезе, терял после этого возможность отмазаться. Он уже не мог сказать, что я с самого начала был против, что пытался отговорить и все такое. Путин в одночасье уничтожил настоящее и будущее не только для них, не только для них персонально, но и для их семей. Теперь тем придется дружно возвращаться из Европы или там из Америки, в Россию навсегда. Потому что персональные санкции против каждого неизбежны. Яду! Яду! А вот сам ведущий мероприятие под санкции не попадет. Потому что нет такой практики – санкции против президентов. Это бывает только в исключительных случаях, и то не с такими политическими тяжеловесами, как Россия. То есть кремлевский тамада куражился и издевался над подчиненными, наслаждаясь не только собственной властью, но и безопасностью. Ну а самое большое впечатление на униженных и оскорбленных совбезовцев, должно быть, произвели задачи этой самой спецоперации, которую Путин выдал на публику 24 февраля. Денацификация и демилитаризация. Ну, Украина, конечно. Потому что это называется идеальный соскок. Что такое деноцификация? Как оценить, удалась она или нет? А демилитаризация? В каких единицах измеряется? Как оценить успешность операции? То есть Путин изначально оставлял себе свободу объявить себя победителем при любом исходе и на любом этапе. Нет, про полный провал он, конечно, не думал. Но что не все, возможно, пойдет по плану, ему окружение намекало. Вот он подстраховался. Как говорят преференсисты, на четвертого валета из этой же оперы было и знаменитое «А мы еще всерьез ничего не начинали». Это прикрытие поражений и отступлений. Наступали не всерьез. Так теперь и драпаем вроде как понарушку. Как развеселый генералиссимус Суворов на попе через Альпы. Но этим Путин показал всем свое слабое место – неумение проигрывать и боязнь поражения. Странные, честно говоря, свойства для спортсменов. Но именно они и приводят его к нежеланию в острых ситуациях брать игру на себя. Вот обиженные бояре и решили использовать эти качества своего предводителя для очень тонкой мести. Наверное, вы понимаете, что Путин принимает решение не совсем сам. Точнее так. В фундаменте его решения лежит информация, подготовленная аппаратом и всякими умниками-советниками. Они же просчитывают варианты реакции на те или иные действия как внутри, так и за границами России. Только вы не думайте, что там все дудят в одну путинскую дотку. Даже на упомянутом совбезе, говоря, нашлись несколько человек, которые призвали идти все-таки путем переговоров. И это призвали, несмотря на то, что знали, что все уже заранее решено. Так вот, окружение Путина в какой-то момент включило для него идеальный теплый душ. Оградили от плохих новостей, закрыли рты тем немногим, кто умел и осмеливался истину царям с улыбкой. И аналитические материалы стали предоставлять только соответствующие. И прогнозы, реакции тоже. Поэтому, когда умы местных левобережных гауляйтеров охватила идея присоединения к России, она не получила в окружении Путина никакого сопротивления и сразу же очутилась прямо на столе президента. Аналитику и прогнозы развития ситуации тоже дали только со стороны отмороженных. Как те все это аргументировали и объясняли, я легко могу себе представить. Скорее всего, писали про величие России, Петра Первого, Иосифа Сталина, гениального Путина и противников слабаков и наркоманов. А они без сомнений... Как там у них по фене? Собздят и схавают. А Херсон станет для России современным Сталинградом. Аминь. Как говорил голос великой отечественной Левитан... Враг будет разбит, победа будет за нами. И дедушка попал. Нет, в последний момент он все-таки что-то заподозрил. Помните, как Путин кричал «Ура» со сцены? Это поведение крайне растерянного человека, который напрочь потерял вдруг ощущение окружающего мира. Но было поздно. Самое интересное, что обиженные бояре ничего против босса не делали. Они вообще ничего не делали. Хочешь команду? Плак тебе в руки. И в результате тот в одночасье сделал все, чего раньше избегал и боялся. Во-первых, четко указал конкретные цели своей спецоперации. Новые территории. Во-вторых, взял персонально на себя ответственность за их достижения. Тут уже не соскочишь. А в-третьих, лично подписался под неизбежными последствиями. Как и минимум. Встать! Суд идет! Как минимум прецедентом войны иностранного государства на типа российской территории. Ну и, конечно, стал автором большого поражения. Бегство армии из Херсона. Нет, он, понятное дело, пытался подстелить соломы. Сменил главку на нового, сурового, такого, как фантома с дуболома с Суровикиным. Наверное, тот был единственным, кто согласился на роль стрелочника. Запустил совсем не характерный для России мем «сберегли людей». Пустил в расход особенно активного местного коллаборациониста Стремусова. А сам спрятался подальше от людских глаз и зализывает раны. Но только все это не сотрет имени Путина со знамен поражения первого в его карьере, которая не стала сиротой. Бояре отмщены. Теперь царь на себе ощутил в точности то, что они чувствовали во время достопамятного совбеза. Теперь Путин не герой-полубог, а обыкновенный лузер. Или по-русски говорят. Неудачник. Можно только представить, что он чувствует, когда слышит, как с особыми интонациями слово «хер-соп» произносят при нем и его иностранные коллеги. Вспомните хотя бы встречу в рамках УДКБ, где они так старательно держали президента России на дистанции. Только мне интересно. А сам Путин понимает, чтобы его банально развели и опустили свои же собственные соратники. Смотреть «Тайную доктрину», подписаться на канал, стать частью большого знания. Смотреть сегодня, чтобы понимать, что делать завтра. Продолжение следует...